В эфире программа «Городские встречи» в студии Дины Исляевой. Сегодня у нас в гостях Мария Богачёва, мастер спорта, чемпионка мира и Европы. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Совсем недавно ты установила рекорд Европы в паралимпийской лёгкой атлетике. Расскажи про соревнования в Тунисе. В Тунис я ехать совсем не хотела, потому что там жарко, потому что Африка и потому что сессии. Я фактически к соревнованиям не готовилась, больше старалась на пятёрке сессию сдать. Но так получилось, у нас фактически не спрашивают. Сдали два допинг-контроля, значит, готова к международным стартам. Тем более мы три года практически были в недопуске. И поэтому такой важный старт для каждого паралимпийца, чтобы добраться к чемпионату мира. Ну, жара, конечно, там была страшная. Но, в общем, свои впечатления расскажи, как добрались, что тебе там понравилось. Больше всего мне понравилось большой контраст с Россией, потому что по сравнению с Россией в Тунисе просто страшная нищета. Вот, там люди живут фактически, как у нас, если старые-старые гаражи. Такие постройки, кажется, что-то разрушенное после войны или там революция была. Вот, с тех пор много разрушенных зданий, и смотришь, а там, оказывается, веревки натянуты, белье, детишки бегают. А сами соревнования как были организованы? Все ли тебе понравилось? Ну, там такой стадион, типа космодрома, тоже старый, мне кажется, заброшенный. Но, однако, там спортсменки очень сильные. Мои основные конкурентки по метанию копью именно оттуда. Из Туниса, да, с Африки. Получается, что ты в этот раз побил собственный рекорд, который был в 2013 году установлен. Да. Ну, в 2013 году я как раз ездила впервые на международные соревнования по лёгкой атлетике. И это была классификация. То есть спортсмены мы в зависимости от своего здоровья разделяемся по классам. Мы выступаем в лёгкой атлетике. Вот, и так получилось, что с последней попытки я побила рекорд Европы. Именно на том старте. Дальше у меня уже так метать не получалось. Как я ни старалась, пыталась технику новую освоить. Чем больше старалась, тем меньше у меня получалось. Ну, вот сейчас всё-таки что тебе помогло? Сейчас мне помогли очень сильные соперницы. Потому что меня не было практически три года. Вот, и другие, так сказать, страны нашего СНГ бывшие начали у наших там тренеров спрашивать, что это у вас новенькая, а какой она класс, начали про меня расспрашивать. То есть меня фактически никто в глаза уже не помнит за эти три года. Вот, а я на них смотрю, думаю, ох-ох-оху. Вот, все такие крупные, развитые атлетически. Некоторые даже, честно говоря, больше похожи на мужчин. Вот, даже на очень хороших мужчин. И поэтому мы с сестрой, ну, с моим тренером сидели. Вот, мне Юля говорит, Маша, ты вообще дохляк стала перед ними. Я говорю, ну вот что делать? Я говорю, ну надо прямо изо всех сил стараться, чтобы за призы зацепиться. Вот, и получилось так, что, как сказать, вот так вот это подстегнуло именно сильные соперницы. Как написал наш региональный Минспорт, вот, этому выступлению в Тунисе, после этого выступления в Тунисе ты возглавила мировой рейтинг толкателей ядра. Вот, какие привилегии тебе вот это дает? Прежде всего, это значит, что я точно еду на чемпионат мира. Прежде всего. Вот, тем более, недавно был чемпионат России, вот, я там сдала допинг-пробу, вот, и это стопроцентная гарантия, что я точно отобралась. У нас в рейтинг первоначально объявили старший тренер, что поедут на чемпионат мира только первые и вторые места в рейтинге. Это очень маленький состав нашей сборной. Вот, потом... А вот очень маленький состав, ты сказала, ты сколько человек? Я точно не знаю. У нас фактически состав сборной около 50 человек. Это люди, которые где-то до шестого места в мировом рейтинге состоят. Вот, собирались посылать на международный старт, то есть на чемпионат мира, очень строго, только первые и вторые места. Вот, и сейчас уже это дело пересматривают, возможно, что поедут четвертые. Вот, для меня, конечно, это очень знаковое событие, то, что вновь вышло на большие результаты, потому что после того, как нас не допустили на паралимпийские игры, не то что мотивации, а ничто не подстегивало для роста результатов. И сейчас надо стараться, потому что объявили, что фактически российские паралимпийцы поедут на чемпионат в Токио. То есть это уже в следующем году надо очень сильно стараться, чтобы попасть, чтобы выиграть. Практически сразу после возвращения ты поехала на следующие соревнования в Чебокцаре, и вот эти соревнования тоже пополнили копилку медалей. Да, пополнили. Сначала у меня были соревнования по ядру. Перед этим, конечно, честно говоря, очень трудно после одних соревнований сразу как-то себя взбодрить, опять показывать хороший результат, опять вот это вот все стараться, очень трудно. Но опять все получилось здорово, опять с ростом результатов. То есть если я по прошлому соревнованию в Тунисе уже была первая в мировом рейтинге, то сейчас я еще выше буду. Расскажи, как ты готовишься к соревнованиям, где твои тренировки проходят, кто тебе помогает? Ну, сейчас в основном я тренируюсь у себя в городе Сасово. У меня возле дома там специально сделали спортивную площадку. На сессии я тренируюсь здесь в ЦСКА. Мой тренер, моя сестра, Богачева Юлия Ивановна. У нас такой там тандем. А сколько вообще времени проводишь в спортзале, как правило? Как правило, если основательно готовлюсь, то есть вот сейчас я завтра уже буду дома и начну снова силовую подготовку. Вот я в планету спорта ездию в городе Сасово. Ну, там где-то часа два. Потом у себя возле дома я занимаюсь метанием копья, ядра. Сейчас диск не буду метать. Вот, ну, тоже где-то час. Фактически я пришла к выводу, что неважно много тренироваться, важно качественно тренироваться. Поэтому я стараюсь в одну тренировку сделать больше, но кратко по времени. Соседи уже привыкли. Я сейчас переехала в новый дом, поэтому соседям я не мешаю уже. То есть до этого еще и жаловались? Нет, не жаловались. Ну, бывало, что диск отлетал в соседский забор, вот. Ну, у нас очень хорошая соседка там была, Наталья. Она привыкла и уже не пугалась. Нет, не ругалась на это, да, и не пугалась. Все-таки ты спортсмен особенный, победить, как говорится, это одно дело. А с какими трудностями приходится сталкиваться по пути даже на соревнования? Сложно то, что не соблюдают закон. То есть с инвалидом первой группы не посылают сопровождающего. Это сложно. Но регион в этом помогает. Ну, а как? Посылают за свой счет. То есть за счет региона едет мой тренер. То есть она в основном тебя сопровождает везде и в Тунисе тоже была с тобой? Да. Это, мне кажется, вот как раз из-за того, что она поехала, получился такой результат. Потому что по приезду мы смогли быстро там адаптироваться. И два раза даже съездили на тренировку. То есть на себе вот ощутить, каково это на сковороде на такой вот сидеть там на стадионе. Конечно, очень важно, когда тренер с тобой. Очень важно. Ну, у тебя очень много друзей в социальных сетях. Вот тебя поддерживают люди, да? Да, очень поддерживают. Очень приятно. И когда выступишь, вот все поздравляют. Так радостно, что людям следят за этим, поддерживают. Тоже стимул. Большой стимул. А кроме спорта, чем любишь заниматься? Есть какие-то увлечения? Или вот прям все время спорт отдаешь? Я люблю на машине ездить. То есть ты сама за рулем? Да, я сама за рулем. А ездишь куда-то в какие-то туристические поездки или нет времени? Ну, в туристические далеко я пока еще не решаюсь. Так, по Рязанской области. Где еще время проводишь свободное? Или его вообще нет? Свободное время сейчас получается так, что я пошла учиться на адаптивного тренера. Вот, в наш педагогический университет. Поэтому сейчас даже не то, что время. Даже книжки уже читаешь не художественные и не по мотивации, а скубо такую вот научную литературу. Это не первое твое образование? Высшее первое будет мое. А что такое адаптивный тренер? Тренер. Чем ты будешь заниматься? Я буду, наверное, как сестра. Но фактически вот этот вот тренер-преподаватель адаптивной физической культуры мы можем преподавать, например, или помогать там лечебная физкультура. Потом, например, заниматься с детьми с особенностями. И, естественно, с паралимпийцами. Почему ты приняла такое решение? Потому что мне это близко, потому что, как сказать, я в этом живу. Фактически то, что рассказывают много, что я знаю. И мне самое интересное, я стараюсь это применять в своих тренировках. Сейчас это у тебя какой будет? Второй курс, получается, да? Уже третий будет. Третий курс, да. То есть совсем скоро закончишь. А практика у тебя была уже? Нет, практики пока не было. Только теория, пока ты только знаешь, что и как делать, да? А какие планы у тебя на этот год? Какие соревнования еще ждут? Планы у меня прям вот конкретные, очень конкретные. Мне надо победить в ядре в Арабских Эмиратах. Вот эти соревнования, чемпионат мира будет в начале ноября этого года. Вот мы будем очень усердно к этому готовиться. И, естественно, на следующий год у меня очень такая крупная цель именно в Токио, чтобы победить. То есть в основном ты будешь занята подготовкой к следующим соревнованиям. Да, только этим я буду стараться. Даже чтобы только думать об этом. Чтобы не разбрасываться, чтобы целенаправленно идти. Иначе получается, что человек в разные стороны нигде не оказывается. То есть больше ты не будешь ни в каких соревнованиях участвовать? То есть это будет прям целенаправленно у тебя подготовка? Ну, дело в том, что участие в соревнованиях, это считается как отбор, например, на Олимпиаду. Вот сейчас, например, мы будем участвовать в соревнованиях в Чемпионате мира. Это тоже будет как отбор на соревнования в Токио. Ну, я желаю тебе успехов во всех твоих начинаниях. И напомню нашим зрителям, что в гостях программы «Городские встречи» была рязанская спортсменка, заслуженный мастер спорта, чемпионка мира и Европы Мария Богачева. Спасибо большое. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин